Пресс-конференция посвящена предыдущему реакционному трибуналу Народного Толкина. И данной процедурой занимаются другие активисты, как Андрей Леговгова, реакционная палата украины и Федор Леговгова, ЩИК-520. Если можно, расскажите, что это за процедура, откуда возникла такая идея. И, ну, в общем, судьба. Я начну тогда. Андрей Леговгова, глава люстрационной палаты Украины, общественной организации. Федор Бегов, общественная организация, ЩИК-520. А также глава Наглядовой Рады антикоррупционного бюро в Харьковском регионе. Значит, я начну сначала с того, откуда появилась идея. Идея появилась она еще год назад, когда только на волне иллюстрационных процессов мы создали общественную организацию. И, в принципе, начали суммировать ту информацию, которая была собрана с 2009 года, когда лично я вышел в общественное поле и начал заниматься общественной деятельностью. На данный момент, на сегодня мы видим, и не только мы, я думаю, вы видите, что иллюстрационные процессы загальноукраинские, они частично провалены. Иллюстрация проходит выборочно. Закон у нас, извините меня, на 30% от желаемого и настроя граждан, он подходит. То есть, в принципе, иллюстрация в Украине, ее не существует. То есть, те, кто был уволен, это не совсем те. И здесь мы со стороны наблюдали, но мы не просто сидели, мы занимались подготовительными мероприятиями. И совсем недавно мы приняли решение взять на себя такую ответственность и на оригинальном уровне начать процесс, который будет называться иллюстрацией, где будут учтены мнения граждан. То есть, невозможно спрятаться от иллюстрационного процесса за мандат народного депутата, в частности, Добкина, или там избраться мэром и уйти от ответственности. То есть, мы считаем это неправильно. Поэтому 25-го числа, во-первых, сразу скажу, что наш процесс, он полностью открыт для средств массовой информации, для граждан, для общественных организаций. Мы хотим сделать нечто такое, чтобы в дальнейшем это стало законодательной инициативой, может быть, были изменения, внесены изменения в закон и иллюстрации. Поэтому 25-го числа мы начинаем процесс открытия трибунала. Что такое трибунал? Это некий орган, в котором есть три члена трибунала, семь присяжных и один иллюстратор, который имеет право пригласить любых судокладчиков по данному лицу. Ну и, конечно же, иллюстрируемое лицо, либо представитель этого иллюстрируемого лица. В принципе, вот вкратце сама процедура. Действительно, 16 сентября 2014 года Верховной Радой был принят закон о всеобщей иллюстрации. И 9 октября закон был подписан президентом Украины. Но этот закон почему-то оказался с большим количеством поправок и существенным урезанием возможности гражданского общества участвовать в процессе иллюстрации. Но, извините, кто как не гражданское общество формирует те органы исполнительной и законодательной власти? Только гражданское общество их формирует, и оно знает, кто как себя показал за ту или иную каденцию. Поэтому задача данного органа на местах поднять гражданскую позицию каждого в районах, в микрорайонах, потому что каждый из нас идет голосовать за того или иного кандидата в депутаты. Каждый из нас знает чиновника, который его должен обслуживать. Но получается так, что обещания и программы идут только в предвыборных кампаниях, а после выборов человек и громада в целом забыта. И чиновник уже работает на свой бизнес или на свою команду, но ни в коем случае не на территориальную громаду, которая его избрала. Поэтому задача нашего комитета всячески пропагандировать работу каждого члена территориальной громады в данном аспекте. В аспекте иллюстрации чиновника, депутата и всех, кто должен выполнять за наши деньги наши заказы. Вот вкратце. Андрей Надежда Шосток, расскажите, пожалуйста, как будет проходить процедура иллюстрации? Потому что непонятно. Вот смотрите, на первом заседании мы изберем трибунал, колесе трех членов. Будет голова и два трибуна. И будет постоянный или будет менять? Мы будем избирать под каждого индивидуума, конечно, отдельно. Это непостоянный орган, он будет динамично меняться. Будет жеребьевка по присяжным на первом заседании. И будет выбран иллюстратор. Как бы так. Вы потом приглашаете человека, иллюстрируя его. Если он не приходит, без него будет проходить иллюстрация? Без него, конечно, будет проходить иллюстрация. То есть суть иллюстрации, допустим, многие общественные организации, они поднимают тем, а последствий никаких нет. Но никто не отменял, допустим, механизм отзыва народного депутата. Вот смотрите, буквально на первый взгляд Михаил Маркович Добкин является прогульщиком систематическим посещением сессии Верховной Рады. Что это означает? Начать с Добкина? Мы начинаем с Добкина, да. Мы начинаем сверху и идем вниз. Поэтому и Добкин. Ну и это механизм отзыва, да, он корявый, я согласен. Есть много подводных камней. Но если мы не будем проходить эту процедуру и не обозначим для законодателя вот эти вот подводные камни, чтобы потом в дальнейшем это сгладилось, процедура отзыва, чтобы она была более понятной, внятной и простой. Так же никто не отменял передачу каких-то сведений, улик в органы внутренних дел, в прокуратуру и так далее. То есть мы не просто отметили, что он плохой негодяй, но мы будем делать так, чтобы для этого негодяя, конечно, конечно. Поэтому у нас были долгие споры решить эту, допустим, иллюстрацию провести в один созыв и все. Ну поняли, что в один созыв это будет, ну а, неполная картина этого всего, б, мы не соблюдем права иллюстрируемого лица, потому что ему тоже нужно время, допустим, если он захочет, не сам лично, а какого-то представителя туда направить, то он должен ознакомиться с вопросами, которые будут задаваться, с фактажом и так далее и тому подобное, чтобы на, скажем, финальном, уже когда идут по сути справа разбираться, то он мог парировать этому всему. И есть такое небольшое уточнение. Кто собирается в бак фактажа? Смотрите, в 2010 году, тогда инициативно-правозащитная группа «Прорвемся», в средства массовой информации это можно найти, мы объявили о том, что мы заводим три книги. Одна серая, другая черная и третья белая. Что это означает? Белая – это список хороших дел. То есть, если Михаил Маркович или его представитель не придет, то, конечно же, люстратор огласит и хорошие дела, чтобы присяжные были не в одном поле информированы, а наверняка, что он что-то делал и хорошее. Есть серая – это те, скажем, действия, которые возникали сомнения о законности этих действий или правильности. А черная – это где была фактически доказана вина чиновника, который совершал эти или иные поступки. Это первый момент. Второй момент. То есть, эта база давно у нас велась. Мы не просто там кричали на улице. Не сегодня началась. И также мы открываем двери для людей, которые могут принести фактаж или какие-то сведения и так далее. Как хорошие, так и плохие. То есть, чтобы не было люстрации, у нас заангажировано на старте. Почему, допустим, я сейчас обозначил то, что... Первое, когда открываешь Верховную Раду, смотришь, что Михаил Маркович не посещает сессии Верховной Рады. Ну, извините, это наши деньги. И я бы хотел спросить, почему так происходит. Почему на заседании Кернеса он является систематически, а в сессийный зал он не соизволит прийти. И так там хорошие деньги идут ему, ему, его помощникам, на пролет, провоз, проезд. По процедуре, за кем будут решающие слова? За присяжными, конечно. За присяжными? Да. То есть, мы отдали это на присяжных. Трибунал, он, в принципе, является именно тот трио-головая и два трибуна, являются больше модераторами, и они оглашают уже непосредственно решение присяжных. То есть, это решение рекомендательный характер? Я же говорил о том, что рекомендательный характер, он... Что значит рекомендательный характер? Михаил Маркович, вот ай-яй-яй. Нет. Ну, нет, не рекомендательный. То есть, задача люстратора сформировать уже обвинительные какие-то действия. То есть, если был во время вот этого процесса найдены какие-то или полностью, либо частично какие-то негативные моменты, то у нас есть специально обученные люди, такие как МВД, прокуратура. Это их задача уже и полномочия у них таких. К сожалению, у нас таких полномочий нет. Я думаю, в городе Харькове есть ряд общественных организаций, которые занимаются люстрацией. И мы бы с удовольствием, объединившись, взяли на себя полномочия, те, которые Киев не выполняет в полной мере. То мы бы здесь провели бы, опять же, как Киев может знать в полной мере реалии города Харькова и области. Ну, как? Я не вижу. Нет, я хочу эту вопрос. Да. 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 Ну, для того, чтобы... Люстратор, он подготавливает обвинительную базу. Ну, скажем, из трех пунктов люстратор доказывает о том, что Михаил Маркович, это открытая информация, доступ в интернете, что он не посещает сессии Верховной Рады. Он за тот период времени, когда он был депутатом Верховной Рады, на него была потрачена энная сумма денег. То есть это прямой ущерб народу Украины, бюджету и так далее, и тому подобное. То есть во время своего, когда он был народным депутатом, недавнее его высказывание, что подождите, мы возьмем власть, мы вам покажем, тут или не напад и так далее, и тому подобное. Но это не... Не имеет права депутат такого уровня выдавать в эфиры такие... Вы откройте твиттер и почитайте, когда он узнал, что мы идем повестку ему нести, как он... То есть я считаю, что от таких лиц мы должны очищаться, сам парламент. Поэтому мы, люстратор, предлагает запустить механизм отзыва, да, присяжным, отзыва его как депутата Верховной Рады. И мы начинаем. Тем более по Михаилу Марковичу это вообще, скажем, она, процедура будет, сбор подписей будет в кратчайшие сроки. Потому что он шел не мажоритарщиком, а он шел партийными списками. То есть мы можем собирать подписи как во Львове, как в Ужгоре, так и в Харькове, так и в Дагест. Ну, есть законом описана процедура отзыва. И вот мы пойдем, все, что касательно процедуры. Я, извините, сейчас не готов вам провести правовый ликбез этой процедуры. Тогда это же и все хотят узнать. Вы отправляете с вами в Верховную Раду и требуете, мотивируя тем, что 10 тысяч горожан подписались под эти примашенные опросы. Не только граждан, граждан Украины. Он депутат Верховной Раду. Попрос его отозвать. Ну, я еще раз вам говорю. Я сейчас не готов вам провести ликбез по... Мне кажется, вы сами не готовы к тому, чтобы изучить последствия вашего журнала. Хочу одно понять. Верховная Рада принимает окончательное решение? Окончательное решение примет народ Украины. И тот избирательный округ, который дал ему мандат народного депутата. Последствия мы понимаем прекрасно, что следующим за ним идет списочник, который шел и одно место освободилось, зашел другой. Но, по крайней мере, я же вам перед этим говорил о том, что тут две задачи. Первая задача, если, допустим, ну, мы уже понимаете, как разговариваем, как будто мы его обвинили. И тут все, что вырешат присяжные. Если присяжные скажут, да, окей, отзываем, тогда мы должны пройти этот механизм и найти как раз-таки там вот эти подводные камни. И сформировать законодательную народную инициативу законодателю, чтобы он убрал эти камни, чтобы процесс был более легким. Понимаете? Протопать дорожку. Да, протопать дорожку, потому что другого пути нет. Я к вам другой вопрос. Ни в коем случае не хочу поставить под сомнение вашу процедуру, но иллюстрационный закон об очищении власти, он применим к чиновникам, не избранным депутатам. Вот это как раз-таки дырка огромная. Это дырка, но дело в том, что хотим мы этого или нет, у того же Топкина и других в его команде есть люди, которые действительно голосовали за него. Вот, как с ними быть? Что, ну вот, они... Я вам, я вам, я образно могу ответить. Скажите, вот если вор карманник, ворует у кого-то кошелек из кармана, наверняка есть те люди, которые, ну, скажут, молодец, вот ты классно так сделал, что никто, никто даже не увидел. Те люди, которые поощряют его даже, не просто молча согласны, но он нарушил закон, он украл, то, извините, у вас есть поддержка, либо нет поддержки, закон должен применяться ко всем. Я вообще, честно говоря, противник недоторканности депутатов. Что это вообще за анонсенс такой? Недоторканность по политическим моментам, это возможно одно, но по нарушению закона, ну, это... Тем более уголовного кодекса. Давайте не забывать, что Михаил Маркович был несколько лет чиновника. И те деяния, какие были ним и при его участии, сделаны в городе Харькове и в области, они зафиксированы. Зафиксированы в те годы каденции, когда был он при исполнении чиновнических обязанностей. Поэтому срока давности тут не будет. Самая главная наша задача, это активизировать гражданскую позицию граждан города Харькова и области, чтобы эта дорожка, которой мы торим сейчас, она была постоянной и контролировали люди, сами контролировали на местах те действия или не действия чиновников исполнительной власти. Вот наша задача, активизировать гражданскую позицию населения, чтобы люди, самоорганизовавшись, сами определяют, кого провести дальше на выборах, а кого, может быть, привлечь. Понимаете, тут, я сейчас маленькую врезочку, тут же вопрос, мы просто берем сейчас субъекта Михаила Марковича Добкина, рассматриваем, да, как депутата Верховной Рады, в частности, этот вопрос касался. Но наверняка есть из демократической коалиции прогульщики. Наверняка есть. То есть вот эту процедуру мы обязательно пройдем ее, и тогда нам будет проще, скажем так, народу будет проще ориентироваться на местности и управлять депутатами. Я немного вытяжу то, что скажу. То есть вы, другими словами, будете специализироваться именно на отложивании законодательных механизмов, за то, что касается отзыва народных депутатов. Да, это, ну, мы сейчас берем народного депутата. Есть, допустим, ну, условно говоря, такая райдержадминистрация города, одну из районов города Харькова, Цибульник, она не является депутатом. Но у нас масса на нее капремонтирующих материалов, которыми, в принципе, должны заниматься сотрудники МВД, прокуратуры и так далее, и тому подобное. То есть мы просто сейчас взяли сверху и идем вниз. Еще раз повторяю. Просто мы взяли большой ком, проблемный ком, многогранный ком, ну, и вот мы должны пройти. Если мы пройдем это, то все остальное. И опять же, вот тот механизм, который мы предлагаем, он не остаточен. Мы не можем... Конечно, он будет... Почему, я говорю, у нас процесс открытый, и можно дополнять, поправлять и так далее. Совместно мы что-то выработаем хорошее, идеальное, ценное. На предыдущей конференции я был свидетелем, когда были заданы вопросы о полномочиях ДНД, то есть народной дружи. Так вот, начиная сейчас эту процедуру, мы вовлекаем граждан в активную работу на местах. И они сами будут определять через собрание, через протоколы, какие дружины им нужны, как они должны следить за тем или иным чиновником, за его выполнением его программы предвыборной и так далее. То есть гражданское население должно активизировать свое внимание на социально-экономическую составляющую страны. Позвольте, последний вопрос о Заматрии. Андрей, наверное, к вам хочу уточнить, кого вы все-таки из чиновников планируете индустрировать, а не из первых? Вы знаете, мы еще пока не определились, кого из первых. Ну, конечно же, мы обязательно пройдемся по Харькову, в первую очередь, потому что тут чиновники все те же на манеже, директора департамента все те же сидят и так далее, которые были замечены, допустим, вот под Ульфаном. Это будет мэрия, облгосадминистрация? Мэрия, облгосадминистрация. То есть мы, понимаете, есть тут два момента. Если мы берем закон иллюстрации, то тут мы очищаем власть от чиновников периода с и по. Есть рамки временные, есть рамки, где он должен был быть и так далее, и тому подобное. Это закон иллюстрация. Но есть же чиновники, которые пришли на новой волне, и они, в принципе, ничем не отличаются от тех. То есть тут уже должны совместно мы выработать следующую схему, процедуру отзывов или давление на этих чиновников, или же очищение их. То есть иллюстрация – это как раз у меня с и по, и совместно мы вырабатываем, как мы дальше действуем по тем лицам, которые пришли на новую волну. По большому счету, это становление или создание новых правил. То есть системы координат. Не той, которая была, по которой человек вошел туда нормальный, а там, извините, среди волков по волчьи водит. А система координат, в которой будет чиновник или депутат под контролем. И он понимать будет, что его полномочия контролируются всячески, и нарушений просто не будет делать. Спасибо. Спасибо большое.